Продолжаем следить за новинками MMORPG и держать вас в курсе. Недавно компания Nexon поделилась целой кучей информацией относительно своего нового кроссплатформенного проекта Wars of Prassia, который ранее был известен под кодовым названием Project ER. Собственно, о нем и пойдет речь в нашем ролике. Не забываем подписываться на канал, меня зовут Мадлер, это портал GoHaru и... мы начинаем. Народ, у меня для вас отличные новости, если вы любите всяческого рода эксклюзивы. Совместно с Print Bar мы запустили, ну, скажем так, небольшой магазинчик одежды со своими эксклюзивными дизайнами, где, в частности, можно приобрести вот такую замечательную футболку. Говорящую. Не менее замечательные худи, свитшоты, ну и вообще много чего интересного. Проходим по ссылке в описании, выбираем заинтересовавшее вас изделие, определяемся с размером, типом ткани, качеством печати, оплачиваем заказ и... Собственно, на этом все. Максимум через пару недель вы станете счастливым обладателем футболки, худи или свитшота с уникальным дизайном, который мы разрабатывали специально для любителей MMORPG. Ну или, может быть, вас заинтересуют другие дизайны, они там тоже есть. Напоминаю, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии под этим видео. Побалуйте себя тематическим эксклюзивом от портала GoHaru. Началось все, разумеется, с анонса, который произошел на презентации Nexon в августе 2021 года. Напомню, тогда компания анонсировала сразу 10 IP, одним из которых и был таинственный Project ER. Известно было лишь то, что это будет MMORPG для ПК и мобильных устройств, а компания и разработчики делают на нее большие ставки. Мол, в проект вложены серьезные деньги и трудится над ним множество сотрудников. Собственно, тогда же и прошел первый слушок по поводу того, что в игре планируют реализовать 24-часовые баталии между игроками. Уже в этом году, пару неделек назад, кроссплатформенная MMORPG получила от своего разработчика и издателя официальное название – Также был представлен короткий тизер-трейлер. А вице-президент Nexon Ким Дэй Хвон подтвердил намерение разработчиков сделать серьезный упор на осады. Цитирую. «С самого начала разработки нашей главной целью является сделать осады, основной контент ММО, более веселым и приятным для большего числа пользователей. Мы сделаем все возможное, чтобы игра оправдала ожидания, уделяя особое внимание не только визуальной части, но и полноте сюжета». Дальше, как говорится, больше. После представления короткого тизера и официального названия, как и было обещано, компания Nexon поделилась первым полноценным трейлером предстоящей кроссплатформенной MMORPG. Подтвердилась информация про постоянные 24-часовые ПВП осады замков. Как и следовало ожидать, гильдия, которая займет крепость, сможет устанавливать налоги и получать пассивные преимущества. Постоянные 24-часовые осады позволят нападающей гильдии подгадать момент, когда владелец замка занимается другими делами и совершить внезапную атаку. Причем боевые действия будут проходить даже в безопасных зонах, где продаются зелья. Помимо этого была анонсирована система ограниченных столкновений. Несмотря на то, что игроки смогут проходить сквозь друг друга, некоторые умения будут блокировать такую возможность. Это, например, навык танка с использованием щита. При этом снаряды и дальнобойные умения, сути по всему, тоже можно будет блокировать. Осадные орудия и звери-хранители в игре будут, а вот точек телепортации, насколько я понял, нет. Вместо них разработчики предлагают перемещаться по миру игры на маунтах. Продиктовано такое решение предотвращением монополизации гильдиями локаций вокруг фиксированного места телепортации. Далее, уже в рамках конференции NDC22, разработчики MMORPG Wars of Prussia поделились просто гигантским количеством информации. Так было много рассказано о процессе разработки персонажей в игре. Причем руку к этому приложили ветераны видеоигровой индустрии, в свое время причастные к разработке Blade & Soul. Разработчики считают, что MMORPG, которое предлагает своим игрокам огромное количество контента и активностей, просто не может иметь урезанный по функционалу и графической составляющей редактор персонажа. И с этим, согласитесь, сложно поспорить. При этом до 2019 года Wars of Prussia задумывалась исключительно как мобильное MMORPG. Соответственно, после принятия решения о поддержке еще и ПК-версии, качество модели пришлось значительно улучшать. И благодаря новейшим инструментам в Wars of Prussia разработчикам в конце концов удалось достичь реалистичной графики. Так что, судя по всему, с точки зрения графония и редактора персонажа, все обещает быть по высшему разряду. В Wars of Prussia будет 4 класса персонажей. Экзекутор, клерик, мечник и магический стрелок. Каждый из них будет одновременно похож на то, что мы могли когда-либо видеть в других проектах, но в то же время разработчики стараются сделать их максимально уникальными и обладающими по-настоящему крутыми механиками, возможностями и дизайном. Причем изначально, насколько я понимаю, вообще планировалась привязка класса персонажа к его полу, так называемый гендерлог. Но потом вроде как от этой идеи отказались. В дизайне игровых персонажей используются реальные исторические референсы, и они, в свою очередь, ориентированы на период средневековья. Хотя влияние других исторических периодов на визуал игры разработчики все же допускают. В плане раз пока можно с уверенностью говорить о людях и эльфах. Причем играть, насколько я понял, можно будет только за человека, который обладает некоторыми силами и способен противостоять эльфам. Потому как в мире игры эльфы развязали агрессивную войну, и люди были низведены до уровня фактически рабов. В центре сюжета будут 16 фракций, имеется в виду NPC-фракций, и 9 эльфийских семей. Различие рас проявляется в первую очередь в эстетике. Люди придерживаются средневековых европейских стилей, таких как романский, готический, ренессанс и барокко, в то время как эльфы базируются на арт-деко. Оружие в Wars of Prussia может менять свой внешний вид в зависимости от того, какую стойку использует персонаж. Например, наконечник посоха может становиться палящей в воздухе сферой, а также используется в качестве тетивы, закрепленной на руке. Кроме того, разумеется, у каждого класса будет свое уникальное оружие. В игре не будет системы телепортов, а поэтому разработчики уделили особое внимание внешнему виду различных маунтов. И дело не только в создании крутых и уникальных моделей. Команда разработала специальный тип брони для маунта, который будет менять свой вид и характеристики в зависимости от ранга. Естественно, в игре будут и легендарные маунты, ради которых придется неплохо попотеть. Помимо этого, людям в их противостоянии эльфам будут помогать мистические существа, о которых я уже вскользь упоминал, так называемые хранители. Это духовные существа, являющиеся плодом поклонения и молитв людей. И их, разумеется, можно будет призвать на поле боя. Хранители, не людей. Это некий аналог божественных зверей из азиатской мифологии. В свою очередь, боссы, доступные в Warsoft Press, также разрабатывались с учетом истории взаимоотношений людей и эльфов. Внешний вид боссов зависит от того, к какому региону они принадлежат, что позволяет гигантским монстрам идеально вписываться в окружающий мир. То есть шансы встретить какого-нибудь неаутентичного кабана, например, на лавовых полях, около нулевые. Ну и, наконец, самый интересный аспект игры. ПВП и, в частности, осады. Основной идеей в Warsoft Press является так называемая популяризация осадной войны. Это означает, что разработчики в первую очередь хотят создать проект, который можно было бы без сомнений назвать военной MMORPG нового поколения. Подразумевается, что в Warsoft Press должны быть массивные многопользовательские сражения, как в той же Lineage 2 или Odin Valhalla Rising. При этом разработчики не хотят лишать игроков радости и удовольствия от прогрессии персонажа, увлекательной истории, получения всевозможных наград и атмосферы игры. В Warsoft Press, конечно же, всему этому будет уделено должное внимание, но упор всё же будет сделан на противостояние игроков друг с другом. И одним из основных способов подтолкнуть пользователей к противостоянию является отсутствие каналов. Разделение сервера на кучу одинаковых кластеров, по мнению разработчиков, негативно сказывается на соревновательной части. Отсутствие каналов создаёт нехватку монстров в мире, а следовательно и зажигает в игроках искру конкуренции. Столкновение интересов игроков рано или поздно выходит за рамки личного конфликта и перерастает в общественные. Для того, чтобы раскрыть этот аспект, в Warsoft Press, естественно, будут и гильдии, в которые игроки могут спокойно объединяться. Да, всевозможные гильдейские активности, такие как осады, являются важнейшим элементом игры, но разработчики не хотят забывать и об относительно небольших стычках между группами игроков. При этом в Warsoft Press игроки будут испытывать положительные эмоции не только от прогрессии своего персонажа. Если вы владелец или представитель гильдии или клана, то сможете испытать, цитирую, «первобытную радость от факта господства над определенной землей», которая, по словам разработчиков, является ключевым фактором игры. Владение территории означает, что вы будете сами устанавливать многие свойства и функционал. Например, можно будет самим выбрать, какие товары будут в ассортименте у местных торговцев, или по своему усмотрению изменять сложность мест фарма-мобов. Таким образом, Warsoft Press выходит на новый уровень соревнования — управление территорией. На старте игры планируют предоставить игрокам около 20 таких территорий. Однако, по мнению разработчиков, полностью установить монополию на определенную область не получится. Причиной тому вышеупомянутое отсутствие телепортов, и, как следствие, чисто физически не получится обеспечить постоянный контроль за боссами или территориями из-за расстояния. При этом территории будут делиться на ранги, а потому ценность территории самого высокого ранга сохранится. Но гильдия, которая заняла подобную территорию, не сможет полностью монополизировать власть на сервере. Разные земли могут производить разную продукцию, плюс в игре будет зависимость производства от торговли. Следовательно, игрокам придется выстраивать торговые отношения. Ну и все это нужно для того, чтобы игра могла предоставить другой социальный игровой опыт, помимо тупого мордобоя. Захватить территорию можно будет в любой момент, однако, чтобы это осуществить, придется уничтожить специальное сооружение. И, естественно, текущие владельцы территории будут оказывать сопротивление. Если верить разработчикам, в осадах будет присутствовать тактический аспект, а не банальная стенка на стенку, как в большинстве MMORPG. Игроки смогут использовать разнообразные осадные орудия, без которых сломать условные ворота замка будет попросту нереально. Главная же цель, можно сказать, миссия Wars of Prussia, обеспечить своим игрокам достаточно высокий уровень погружения, используя опыт владения территориями и, конечно же, боевыми действиями, такими как осады. Разработчики хотят создать место, в котором как можно больше сообществ игроков будут вовлечены в то, что называется осадная война. Что тут можно сказать? Выглядит всё это на бумаге очень и очень недурно. Хотя, справедливости ради, при просмотре трейлера, где, как мне показалось, проскакивали геймплейные моменты, всё же некоторой мобильностью в Wars of Prussia отдаёт. Но не будем бежать впереди паровоза, не стоит забывать, что изначально она и задумывалась как мобилка. Так что посмотрим, что получится в итоге. Ну или хотя бы подождём полноценного ролика с геймплеем. Пока, на мой субъективный взгляд, у этой ММО и РПГ есть главное – ПВП-направленность. А это уже очень и очень немало для того, чтобы сделать качественный продукт, способный затянуть на много тысяч часов. Не забываем традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента и подписаться на нас везде, если ещё не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Го Хароу, и ещё услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok